Мира всем и добра в Господе нашем Иисусе Христе. Сегодня хочу вместе с вами разобрать следующую тему касательно брака и развода. Другими словами, касательно брачных отношений. Но тема будет очень нестандартная, так скажем, из ряда вон выходящая. Тема будет нестандартная в том плане, что мне задает вопрос у веровавшего Христа Иисуса мусульманин, бывший мусульманин. «Привет, брат, я хочу задать вопрос. Я женат, и у меня есть вторая жена, но незаконная. Она принадлежит мне с девственности». Ну, то есть он взял ее, будучи девственницей. «Я люблю обоих жен. Но мы недавно приняли Иисуса Христа своим спасителем. Я и мои жены были мусульманами, а теперь уже христиане. Что мне делать? Я всю жизнь буду нечистым?» Вот вопрос. Конечно же, дорогой брат, в первую очередь, прежде чем я дам тебе совет, я хочу воздать славу и хвалу Господу нашему Иисусу Христу за то, что Он тебя нашел, призвал и открылся тебе. Это на самом деле чудо. Господь призвал тебя в таком состоянии. Каждый из нас жил и ходил своими путями, не зная Господа Иисуса, блуждал в этом мире, имел всевозможные брачные ситуации, кто-то был блудником, прелюбодеем, кто-то один или пять или восемь раз женился, выходил замуж и разводился. Все это мы делали до веры и познания Господа нашего Иисуса Христа. Конечно же, твоя ситуация, она из ряда вон выходящая. Насколько я знаю, то религия Ислам, она позволяет мужчине иметь две жены. Конечно же, по законам некоторых государств это не принято, но, впрочем, некоторые, придерживающиеся Ислама, живут так, потому что Коран им, насколько мне известно, позволяет. Что ж, ты имеешь двух жен, это две твои жены, ну, так скажем, ты их принял, ты с ними живешь, тем более, как ты говоришь, ты любишь обоих этих женщин. Конечно же, для нашего ума, и особенно для моего, это, конечно, ситуация из ряда вон выходящая. Но, будучи христианином, я могу дать тебе совет. Нет, конечно же, Евангелие нас учит, что у мужчины должна быть одна женщина. Но это, насколько я понимаю, если я пришел к Иисусу и уверовал в Иисуса, конечно же, я должен брать себе одну жену, а не две, не три, не четыре, не пять. Но, как быть, в твоем случае, ты до Иисуса женился, взял двух жен и живешь с ними, тем более по любви и согласию, как ты и написал, что ты любишь обеих. Плюс, вы троем теперь уверовали в Иисуса Христа. Ну, это чудо. Конечно же, теперь у вас встает вопрос, как нам быть? Ну, давай, брат, подумаем и поговорим об этой ситуации. Ну, конечно же, в голове, наверное, у вас возникает вопрос, или у тебя, что мне делать с двумя? Ну, одну выгнать на улицу и жить с другой? Ну, это не лучший вариант. Потому что нехорошо поступать так с человеком, который живет у тебя в твоем доме, чтобы взять его и как ненужного человека, который прожил с тобой много лет, взять и вышвырнуть на улицу и сказать, вот у меня Маша останется, или там Гюльчатая останется, а вторую там, не знаю, как имя, выгоню. Я думаю, это будет очень нехорошо с твоей стороны бросить человека таким образом. Поэтому мой тебе христианский совет, в каком ты призвании, звании и положении был призван, в том призвании и положении оставайся. Единственное, совет, который я могу тебе дать, не спи одновременно с двумя женщинами. Это первый мой совет. Не спи одновременно с двумя. То есть, троем в постель не ложитесь. Это мой совет. Следующий мой совет тебе. Если в будущем, на определенном промежутке вашего духовного роста и становления, и познания Господа Иисуса, если кому-то из вас будет откровение, во всяком случае тебе, брат, и какой-то из двоих жен, если будет откровение, и если вы будете в силах, если Дух Святой так произведет и сделает вас такими, до такого уровня вам даст, так скажем, возрасти, если вы сможете отказаться от сексуальных взаимоотношений, то откажитесь. Но это не обязательство, чтобы вы прямо сейчас перестали и все. Если Дух Святой это произведет, чтобы не было искушений потом, впоследствии, Господь даст вам силу, и какая-то из твоих жен будет жить у тебя просто как сестра в Господе. Я думаю, это будет разумный подход. Но ни в коем случае не выгоняй женщину, ни одну из них не выгоняй на улицу. Оставайтесь на сегодняшний день такими, какими вы были призваны и спасены нашим Спасителем Иисусом. Вспоминая слова апостола Павла, который обращался к Церкви Божьей относительно того, какими должны быть пресвитеры или епископы Церкви, апостол Павел говорит следующие слова, что епископ должен быть муж одной жены. Так вот, основываясь на словах апостола Павла, я могу предположить следующее. Во-первых, две тысячи лет назад, когда писалось Евангелие, имелась такая практика в различных народах, что мужчины были многоженцами, имели одну или две жены. Ну, кстати, в Израиле Соломон имел очень много жен, и Давид имел очень много жен. Это мы тоже понимаем, да? Но в различных народах, и в частности позже, когда ислам пришел, то в исламе тоже практикуется многоженство, и религия ислам позволяет им иметь две жены, как и тебе. Поэтому согласно твоей религии, в которой ты находился со своими женами, ты не, ну, так сказать, греха не совершаешь. Но теперь вы уверовали в Иисуса, и ты читаешь Евангелие, что должна быть одна женщина. Ну, вернемся назад к словам апостола Павла. Он говорит, что и епископ должен быть муж одной жены. Поэтому логически предположить, что апостол Павел имел в виду тех братьев, которые, подобно тебе, уверовали в Иисуса Христа, и являются не мужем одной жены, а мужем двух жен. Существует спорное мнение в христианстве. Одни говорят, что это типа муж, значит, с одной развелся, а женился на второй, и это якобы вторая жена. Но там говорится, муж одной жены. Муж одной жены. Поэтому логично предполагать, учитывая особенности того времени, ведь в действительности, я думаю, что в те времена, подобно тебе, многие верующие каялись и принимали Иисуса Христа, принимали Его своим Господом, те, которые братья имели двух жен. Теперь вопрос, ну что делать? Ну не выгнать ее. Оставайтесь так. Апостол Павел говорил, относительно, к примеру, рабов, да, конечно, рабство и замужество, это немного разные вещи, но Павел говорил, кто в каком звании призван, в том звании и оставайся. Поэтому, чтобы твоя душа не разрывалась на части, и ты не чувствовал себя ничтожеством, не знающим, что теперь делать, и как тебе быть, я тебе советую, оставайтесь сейчас так, как есть. Молитесь, изучайте Евангелие, пребывайте в Божьем Слове, освящайтесь Божьим Словом. Да, ваша ситуация нестандартная, но я как христианин не имею права вас судить за то, что Бог призвал вас именно такими. Да, меня Бог призвал неженатого, я имею одну жену, женился и живу с одной женщиной, но я не имею права судить. Я не знаю, как бы я себя повел на твоем месте, если бы я имел двух жен, жил бы с ними, любил двух жен, и вдруг я бы покаялся вместе с двумя женами, и мы троем стали бы христианами. Конечно, дилемма, если я люблю обоих, я не мог бы выгнать одну, чтобы жить со второй. Поэтому, как христианин, возрожденный свыше, я даю тебе мой исключительно братский совет. Я не знаю, что будут писать комментаторы, как отнесутся ко мне после таких моих советов. Я знаю, что многие христиане – это злые, жестокосердные люди, хуже, чем фарисеи и саддукеи, но я даю тебе мой христианский совет. Я не могу тебе сказать на основании Евангелия, потому что я не вижу такого основания, чтобы сказать тебе, брось одну и выгони ее на улицу. Нет. Я не могу так сказать, потому что если ты выгонишь женщину, это будет еще хуже. Поэтому, мой совет, брат, успокойся. Пусть Бог вас благословит и осветит тебя вместе с твоими женами. Продолжайте на сегодняшний день вникать в Евангелие, молитесь Господу, пребывайте в учении, а далее Святой Дух вам все усмотрит. Пока оставайтесь такими, какие вы призваны. Я уверен, что Святой Дух снимет бремя с ваших сердец, что Он заберет с вас, с ваших плеч, вот эту ношу и тяжесть, которая сейчас у вас есть на сердце. Вот это непонимание. Но еще раз говорю, оставайтесь так, как есть. Ты не пресвитер, тебя никто не собирается рукополагать в пресвитеры, потому что там должен быть муж одной жены. Но ты оставайся так. Не бросай свою жену, ни одну, ни вторую. Люби их, благословляй их, растите. В будущем пройдет немного времени, когда вы возрастете до определенного духовного состояния, Святой Дух вам, троим, положит на сердце как вам дальше поступать. Поэтому, если вам Святой Дух скажет воздерживаться от интимных отношений, значит, слушайтесь Духа Святого и воздерживайтесь. Но, также, хочу дать еще один совет. Не спи с двумя женами сразу. Это мой христианский совет. Не спи с двумя сразу. Пусть вас Бог благословит, молитесь. Я верю, что все для вас Бог усмотрит. Но то, что вы христиане, это в действительности чудо и счастье для вас. Бог, Он спас вас не по делам вашим, не по заслугам вашим. Он вас спас по своей благодати. Вот такими, какие вы есть. Находитесь в нем. Я верю, что Его любовь и благодать велика. Я верю всем сердцем. Я верю, что Иисус Христос не будет тебя топтать в грязь за то, что Он тебя призвал вот именно в таком положении. Если Он тебя призвал с твоими женами именно в таком положении, значит, и оставайся со своими женами. Ведь Он вас троих призвал, правда? Ни одного тебя призвал, ни двоих, Он призвал троих. Вы трое верующие стали. Значит, и продолжайте оставаться верующими в таком положении. Как дальше вам Святой Дух скажет поступать в дальнейшем, так и поступайте. Не слушайте людей. Слушайте Господа всем своим сердцем. Как Он скажет, так и поступайте. Теперь вы принадлежите Ему. И вашу ситуацию Он будет держать под своим особым, так скажем, наблюдением. И как Он вам, еще раз повторяю, когда вы будете молиться, троем, становиться на молитву, воздавать Богу хвалу, когда вы будете свою нужду и свой вопрос ставить перед Господом, Он вам троим положит ответ в ваше сердце. И вы троем будете согласны. И какое решение вы примете от Духа Святого, который произведет вас, по тому правилу и живите. Если вы будете чувствовать, что нужно оставаться троем, живите троем. Если вы почувствуете от Духа Святого Водительства разойтись по разным комнатам, может быть, вообще вы откажетесь от интимных отношений все троем и просто будете... Я не знаю. То есть, может быть, будет как-то по-другому. Но как бы вам не сказал Дух Святой, вот лично вам, троим, не какие-то люди снаружи, а как вам Бог скажет, так и поступайте. Опять же, то, что я сказал, это всего лишь навсего совет. Это не, так сказать, несовершенная воля Божья, то, что я вам говорю. Это только мой христианский совет. Ищите прежде Божьего Царства, а все остальное в вашу жизнь обязательно приложится. Да благословит вас Бог. Аминь. Аминь.